Блэкимус представляет Повседневность Эпизод 4. Видимость С добрым утром, суровый мир Уильям Ты спишь? Нет, уже не сплю Малец Ты наверху? Малец Сейчас поднимусь Он может спать еще Может, не будешь дергать? Мы собирались поделать утром уроки Его правда устроило это? А как же? Без этого ему никак Я в курсе Просто не думал, что он согласится Вставать рано он очень не любит Я тоже, мужик На ферме вы бы и недели не протянули Его нет? Может, он решил заклянуть к своей подружке? Надеюсь, про уроки он не забыл Еще час есть Расслабься Проверь там, где он обычно бывает Да Не против Заняться мне все равно нечем Эй, Майк Прости Просто хотел срезать Понимаешь? С ночной сменой закончил? Окей, всего хорошего Свидимся О, доброе утро, Спринг Эй, доброе, бэйби Плюштрэп здесь? Не думаю Еще не видела его Прости Ничего Спасибо Аншалак Да, блин Начнем с игровой комнаты Привет, Спринг Доброе утро Рад тебя видеть Привет, ребята Рановато вы устали Мы с сыном договорились поделать уроки через час Ты не выглядишь хорошо Может, мне позаниматься с ним вместо тебя Чтобы ты мог отдохнуть немного Очень признателен, Баора Но не сегодня Может, в другой раз Хорошо Ты знаешь, где найти меня, если передумаешь Что привело тебя сюда? Мой сын Ты не видел его? Боюсь, что нет А Виксен? Видел Но это было недолго Она беседовала с родственниками Спроси их Может, они знают Полагаю, с тобой то же самое Да Здорово, Спрингер Доброе утро Привет, Спринг Привет, ребята Я ищу своего пацана Не видали? Не видала Не видал Наверное, он проводит время с Фиксом Она была здесь, но им пришлось быстро скрыться Она искала его? Не думаю Она просто спросила Не знаем ли мы, где Тайсон Она поспешила после того, как мы сказали, где он В офисе Верно Я только оттуда сюда пришел Его там не было Другой Спринг Тот, где Трипвайр Оу Ну, спасибо, ребята Бывай, брат Чао Какао Серьезно? Фредди О, привет, Спринг Как жизнь? Рановато ты встал Сегодня мы в учатом уроки А, понял Да Не встречал я его сегодня? Ничего такого, чего ты уже не знаешь, к сожалению Только Викс встречал, да? Ага Больше ничего не знаю, дружище, прости Я тут занят расписанием и планированием Бэби тоже здесь Но у нее возникли кое-какие дела Да Я видел ее по дороге Она тоже не знала Не волнуйся Он не мог забрести далеко Здание он бы ни за что не покинул Я знаю, знаю Да, вот она Ты нашел ее? Нет, ничего Он не может быть далеко Я пойду тогда Спринг Блокджек Обычной компании? Да без базара Класс Увидимся И удачи с дитем Если бы мне давали динари за каждый раз, когда кто-то приходит сюда, не закрывая шторы У меня было бы свое королевство Дамокл Ты уверен, что не знаешь, где он? Конечно знаю Почему не сказал и не избавил его от проблем? Что? Испортить сюжет? Субтитры создавал DimaTorzok Заходите Йоу Привет, Спринг Все путем, друг? Да, все Вам не попадался мой пацан? Пути где-нибудь Он не находится в спячке То есть спит? Нет, я проверю Даже кривая была заправлена А я о чем? Он даже не попросил меня в этот раз Трипуаер Тайсон что-нибудь знает? Плю Штрат не появлялся здесь с тех пор, как я был загружен Обычно я просыпаюсь до того, как Тайсон приходит в офис Уверен Венди сказал Виксен, где Тайсон А, Виксен была здесь Но не Плю Штрат Вообще-то она была здесь до прихода Тайсон Она искала что-то на полках Что она нашла? Не знаю Не спрашивали я ни о чем? Нет, я был занят подготовкой своего П О, прости Я не стал ее беспокоить, потому что она выглядела так, будто торопилась Интересно Он говорит, что можно посмотреть у него в комнате Раз Виксен искала полезные вещи, можно и туда заглянуть Понял Тогда мы пойдем Спасибо за помощь Ни за что Не помешает проверить крыши на всякий случай Чтобы не пришлось потом идти туда Кстати Давай дальше сам, Берри Наверное, ты уже устал ходить туда-сюда Да, действительно Действуй Привет, Эйтан Привет, пап Как дела? Нормально А ты как? Хуже уже не будет Как твоя мама? Все еще держится Хорошо Горжусь ее Мы кое-кому ищем Тебе не попадался от Брэскбэрри? Плюш троп? Нет Не было его Попробуй спросить у него подружки Идет уже мы можем найти Смотрели в уголке веселья? Да Столовая Туда мы собираемся Ищешь твоего ребенка? Да Мы виделись на пути в раздевалку Он шел из кабинета босса Кабинет Лоуренса, говорите? Будет хорошо Думаю, именно туда и пойду дальше Спасибо Тебе тоже, парень Будет тебе, Стерик Ты в порядке, приятель? Тебе нужна энергия? Нет Я норм Что ты думаешь о ковре? Как он ощущается на руках? Чувствуется приятно Понимаешь? Двигаться На руках Ощущение пушистое и удобное Он фиолетовый, как ты Я могу здесь спать Хочешь? Только не без тебя А, у тебя все очень комфортно здесь, да? Позволь сказать Прими от меня Нет другого такого дома, как этот Здесь Все идет своим чередом Дружно Слишком светас Ты предпочитаешь дом С серыми стенами и белым светом? Это дом Я люблю дом Мне он тоже нравится Поверь мне, когда я скажу Ты живешь с прекрасными людьми Я не чувствовал себя таким пожеланным и принятым уже давно Уже давно А сколько это? Годы Это очень долго Да, дружище Это так Привет, Углин С добрым утром, Полер Как дела, мужик? Хорошо С ним все нормально Видишь, Спрингабон? Он такой же, как мы Его привезли сюда И все его приняли Таким, какой он есть Не за то, чем он является Да Здесь ты в безопасности Мы все здесь друзья Мы заботимся друг о друге Помнишь, что Марионетка делает в этом месте? Да Что он делает? Защищает нас от плохих Именно Он очень старается, защищая всех нас А кого ты встречал, кто был тебе хорошим другом? Все? Именно Не забывай дедушку Бонни и старшего брата Бонса Они очень дружат с тобой Да Я люблю их Вот это дух Помни Мы все здесь друзья Не видал, Брюс Штрапберлер? Нет А что? Ничего такого Но Это долгая история А что с ними? Посмотри на них внимательно Бонсу слишком занят своей гитарой А Фазберг все еще погущен своей газетой Понял, да? Да Как насчет Блэк Джека? Конечно Бонс, не хочешь с нами карты? Это Джек? Да Здорово Я пошел Я пошел Привет, Джека Прости за вторжение Я так и думал, что ты будешь здесь Можно? А что ни с чем? А что ни с чем? Он ушел ни с чем? Да А где угодно? Они тоже не знают. Хорошо. Едем дальше. Продолжение следует. Продолжение следует. Он был с нами в столовой. Пробыл недолго. Ты о чем? Сказал, что ему надо идти готовить свою комнату к чему-то. Многого он не сказал, только что ему нужно было забрать что-то для комнаты. Он пошел в комнату запчастей вон там. Потом мы встали и пошли сюда. И через несколько минут он прошел мимо и ушел через эту дверь. Он сказал, что срежет. Что у него было с собой? Ничего не было. Они что-нибудь знают? Сомневаюсь. Они вообще мало говорят, прям очень. Не знал, что Блюштар может общаться с ними? Да, мы в курсе. Он сказал нам после этой ночевки с ними. Разве это не мило? Он уживается со своими соседями по лимбе. Ну, спасибо, дети. Продолжу свои бесконечные поиски. Увидимся. Удачной охоты. Искупленный, зайди к нам. Субтитры создавал DimaTorzok Почему позвали меня? Мы знаем о твоей ситуации и хотим помочь. Что беспокоит? Я не могу найти своего сына. А я уже всех расспросил. Юный. Плюш страшек. Ага. Твой потомок прибывает в пределах границ запретной комнаты. Комнаты, о которой забывают. Хотите сказать, что вы пропустили комнату? Несколько, вообще-то. Мы знаем причину, по которой отсутствует юный. Отправляйся туда, и ты найдешь его. Уверяем. Надеюсь, вы правы. Может довериться нам, искупленный. Но учти же... Не подавайся обману лукавых ушей. Ступай. Ступай. Ладно. Они указали в сторону комнаты наблюдения. Но... Ты был там? Да. Его там даже не было. Тогда... Могли ли они говорить о... Я говорю тебе, я... Просто... Не понимаю, как объяснить это. Ты о чем? В этом нет ничего такого. Ну... Я... Мне не нравится это. Но эти чувства... Они... Плохие. Ну... Прости, если я звучу расстрашенным. Я просто не знаю. Не волнуйся. Я понимаю, через что ты проходишь. Ничего такого. Просто удивлена, что это вообще у тебя есть. Да. Я тут еще идиот. Ну... Тогда я оставлю тебя на пару минут, хорошо? Да. Хорошо. О, Спринг! Это может показаться странным, но... Ты пока не беспокойся, Плюштрапа. Ему трудно самим собой. Что? У него... У него... У него какие-то... Как бы это сказать? У него там... Мальчишеские проблемы. Да. Я не думаю, что тебе стоит беспокоить его сейчас. Обсуждать это он тоже не хочет. Оставь его пока в покое. В этом нет логики. Зачем? Она сказала, что с ним что-то не так. Дальше я сам. Не стоит паниковать. Я уверен, что это нет. Нет. Она сказала, что ему тяжело самим собой. Берри. Я просто надеюсь, что это не связано с его тревогой. Берри. Послушай. Виксон упомянула мальчишеские проблемы. Тут дело не в тревогах. Это пубертат. О, это... В таких случаях надо прослушивать от и до, парень. Хорошо, хорошо. Как... Как у него вообще идет пубертат? Мы и два человека, застрявшие в этом гнилом костюме. И то, что мы не можем умереть, было неоднократно доказано. И это... Это то, что заставляет тебя сомневаться в логике. Ну, то есть, ты прав, но... Просто действуй. Успокой его. Не открывай ее пока. Сначала постучи. Тебе бы не понравилось, если бы к тебе врывались без разрешения. Не так ли? Сынок. Ты там? Ты меня слышишь, малыш? Бэрри. Это не из-за тревоги. Мне не до этих проблем. Я только проснулся. Мне сделать это за тебя? Я открываю дверь. Плюштрап. Чего бы ты ни проходил, это нормально. Для тех, кто в твоем возрасте нормально чувствует себя по-другому. Это естественно. Это происходит со всеми мальчиками и девочками. Я здесь, чтобы помочь тебе. Я не хочу, чтобы ты страдал молча. Это меньшее, чего я хочу. Я рядом, чтобы помочь тебе. Ты знаешь, что я всегда был рядом с тобой, малыш. Я сейчас включу свет. Тебе не нужно прятаться. Пап? В чем дело? Что случилось? Как ты... Это что, шутка? Ты о чем? Ты скрылся отсюда, чтобы я думал, что ты был здесь все время? Нет, пап. Я просто за кабелем пошел. Но... Я слышал... Я слышал тебя здесь. А Виксен была? Была, не так ли? Да. Ты что, уже забыл, что она может? Забыл что? Что она может имитировать... Голоса? Ага. Я... Совсем забыл, что она может это делать. Похоже на то. Я начал волноваться за тебя. Серьезно? Вы оба забыли? Не удивляйся, чел. Лично я никогда не видел, как она это делает. А я совсем забыл. Зачем тебе вообще нужен кабель? Майку нужен был другой, так что я сходил в подсобку за этим для лампы. Где именно ты был? На складе. За комнатой наблюдения. Комната, о которой забывают. Они были правы. Понимаешь, мы прерыли весь чертов список, пытаясь найти тебя. И ни один из них не знал, где ты. Кроме Эннерда. Да, ты даже не представляешь, насколько иллюзорным я могу быть. Да уж. Эй, пап. Смотри. Виксен. Сил, я обожаю ее. Сынок. Да? Если тебе нужна помощь, или тебе плохо, помни, мы всегда будем рядом. Я... я и так знаю, пап. Люблю тебя, малыш. Я тебе попал. Эй, я тоже люблю его. Он тоже тебя любит. Как и я ее. Вот так-то лучше. Она знала о наших планах, не так ли? В уроках? Да. Я... я так и думал. Что ж... Ты готов? Да, пошли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик для дальнейших переводов. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.